Итак, всем привет, господа Время началось 19.30 Москвы Так, что у нас по слышимости? Слышно, не слышно? Так, чувствую, что не слышно Алло А, во, громче Громче, так громче Сейчас прибавим громкость микрофона Звука нет? Тихо, странно, блин, что за фигня Очень тихо, да? Или слышно? Во, отлично, все есть, поехали Супер Итак, господа, всем добрый вечер Сегодня у нас 16 марта 2016 года И я хотел сегодня рассказать Небольшую, так экспромную лекцию По народному хороводному реповодингу И правильному пониманию и сопровождению Интернет-проектов, с которыми мы все работаем В принципе, это я все писал на своем блоге много раз Но я знаю, что люди очень упорно отказываются читать мои лекции Материалы, которые, могу сказать так, что я их не выдумываю А просто получаю по наработке, по прошлому опыту Работаю с прошлыми проектами, с прошлой ситуацией И делаю свои, так называемые, наброски И как правильно себя вести в дальнейшем Итак, эта лекция как раз будет, так называемый, небольшой срез моего опыта Для всех вас В честь компании Шарохолдер, в которой мы все зарабатываем Итак, что такое реповодство? Прежде всего, нужно понимать, что реповодство Это отдельное направление заработка с компаниями или проектами Суть которого заключается в получении прибыли от приглашения Оборота денег по своей реферальной персональной ссылке То бишь, вы привлекаете людей Деньги заходят в проект по вашей реферальной ссылке Вы получаете процент Как бы все просто, понятно и замечательно Но, к сожалению, есть определенные особенности Прежде всего, чтобы быть грамотным реповодом Нужно, прежде всего, быть грамотным инвестором То бишь, реповод, прежде всего, это сержант Тот, который отлично знает, как разбирается, собирается автомат Калашникова Как быстро погладить, почистить форму Как быстро выкопать окоп То бишь, профессионал своего дела Или просто хороший знаток своего дела То бишь, прежде всего, это инвестор Инвестор, у которого есть свой вклад Причем, чем больше вклад, тем лучше Инвестор, который уже делал выводы Инвестор, который отлично разбирается в платежных системах Инвестор, который отлично знает, как обменять деньги Купить деньги, продать деньги И инвестор тот, который отлично знает, чем отличается браузер от Google Chrome, от Яндекс.Хрома, от Майл.Хрома, от Opera, почему плохо работает, например, в Internet Explorer, и почему все любят, как говорится, Macintosh, а работают на самом деле на ноутбуках под Windows. То есть быть, прежде всего, уверенным человеком, уверенным пользователем компьютерной системы. Если человек действительно понимает все, начинает уверенно работать за компьютером, делает свои первые депозиты, делает свои выплаты, грубо говоря, закрытыми глазами начинает снимать проценты, их обналичивает себе на карточку банка, там Сбербанк, или Приват-24, не суть важна, или Акпэй, или карточка офшорная AdvoCash, то он уже может спокойно приглашать своих партнеров. И этих партнеров своих уже обучать тем же самым навыкам, которым он обладает сам, то бишь, грубо говоря, доводить человека до денег. Поэтому, еще раз хочу сказать, что, прежде всего, рефовод, это не какой-то там халявщик, который там рисует, он репку получает, он халявщик, он там мошенник, он там вообще ничего не делает. Реповод, это, прежде всего, инвестор с большим опытом личной работы с ранними проектами, с текущими проектами, проектами будущего, так называемого. Вот, поэтому, если вы хотите быть реповодом, то вам нужно, прежде всего, что быть профессиональным пользователем, сейчас повторяюсь, и иметь свой вклад. Далее, чтобы облечь свою работу реповодом, вам нужно понять, что реповод, это, прежде всего, человек, личность, а не машинка или гаечка или болтик в системе. То бишь, человек, который может правильно рассказать другим людям свою позицию, почему он именно выбрал эту компанию для инвестиций. То есть, почему вы выбрали компанию Shareholder, какие у нее есть плюсы, не в плане там цифры, тарифы, все, а обосновать. Почему вам нравится именно газовая акция, почему вы готовы уложить именно 2000 долларов, кстати, у меня как раз газовая акция 2000 долларов. Почему вы выбрали именно геологическую акцию, а не газовую акцию и так далее, и так далее, и так далее. Если вы все это можете грамотно обосновать, под понятием грамотно, значит, обосновать доходчиво, простым языком, понятным языком, как и голосом, так и письменно. И ваше обоснование выложить сразу же где? В социальных сетях, на своей социальной стенке ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Твиттере. Далее. Можно сделать свой маленький мини-блог, если у вас его нет. Например, Google блогер позволяет делать совершенно бесплатно, без какой-либо навязчивой рекламы, там бесплатные блоги. Вставлять туда картинки, ваши фотографии и так далее. И так далее, и формировать вашу первую страницу. Там вы можете писать свое мнение. Далее. Вы должны снять ролик на YouTube, где вы проговорите, почему вы выбрали компанию Шары Холдер. Вот лично у меня есть такое видео, где я проговариваю, что у меня есть компания, я сделал уклад, все, и надеюсь здесь заработать. Если все эти материалы вы собираете в одном месте, на своем блоге, неважно, пусть это не такой блог, как у меня, Яронтир, а какой-нибудь на Google блогере. Собирайте все в одном месте и это дело преподносите своим будущим партнерам. Уже, опять же, или в социальных сетях, или в скайпе, или в скайп-чатах, или такими другими методами. То вы уже показываете не просто тупо машинный спам, а показываете уже социал, то есть вы показываете именно свое личное участие, личный свой выбор, личный свой голос за работу с этой компанией. Вот это, господа, оно очень круто действует и очень круто проходит, потому что вы рекламируете уже не компанию, а свой успех, работа с компанией, свою надежду, свою веру в компанию и свои шаги по работе с компанией. Например, постя скрины выплат, там же, где вы делаете обзоры, постя скрины выплат уже в социальных сетях, уже на своей стенке, группах. Вот, это уже так называемый шаг правильного реповода. Далее, хочу сказать, что, разбить мифы, люди говорят, деньги любят тишину. Я вам, ребята, скажу, что деньги, деньги, это вот то, что у вас лежит где-то там за закоп, оно там 3 метра вправо, 5 метров влево, глубина 1 метр. Вот здесь, ну как вот остров сокровищ, это деньги, то есть это бумажная наличность или золото там. Вот. А то, что у нас в интернете на экранах Perfect, это MacPay, AdCash, это не деньги, господа, это ни разу деньги. Это называется титульные знаки по международному праву, титульные знаки тех или иных косвенно платежных систем. Эти платежные системы, грубо говоря, не приняты ни в одной стране, как именно юридическое понятие денег по своей сути. То есть ни в России, ни на Украине и в других странах это деньгами как таковыми не является. Поэтому нельзя называть платежной системой деньги, поэтому деньги любят тишину, здесь это правило как бы чуть-чуть не работает. Поэтому, господа, забываем про это дело и постим. Постим, постим, постим. Сделали вклад тут же с Perfect раз, запостили скрин. На скрине нужно писать свой скайп, свое имя, дату вклада. Если у вас адрес блога есть, тут же, то даже вписать его надо. Скрин сделали, разместили, рассказали. Вот я сделал скрин, вот он скрин. Все ништяк, все ништяк. Мишутка, 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 мишутка. Я вложился, я вложился, все, все довольны, все счастливы. Поэтому, дальше вы работаете. Уже показываете через неделю скрин своего кабинета. Вот скрин кабинета, вот мой вклад, вот моя акция. У меня все хорошо, все ништяк. Нанесет начисление процентов, вот начисление, строчки. Строчка 1, строчка 2, строчка 3. Скрин, 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 скрин. Далее. Наступил у нас волшебный четверг, который будет завтра. Заказываем выплату. Опять же, скринимся. Выплата придет, и ее скриним. Нужно заходить в перфект. Снимаем скрин с перфекта. А вверху делаем монтаж скрина с кабинета. Получается двойной скрин, как у меня. Это с кабинета, а это с перфекта. Теперь по скринам. Теперь по скринам. Я всем рекомендую затирать свои личные кошельки. Потому что, ну, все-таки безопасность должна у вас быть как бы на уровне. Понимать, что личные счета нельзя никому показывать. Также вы должны затирать почтовые адреса платежных систем, через которые вы имеете доступ. Не надо их никому показывать. ID транзакции, то есть батч, это можно показывать, оно не имеет никакой технической силы. Только лишь показывает именно порядок номер вашего платежа, так называемый актуальный платеж. То есть настоящий ваш скрин или ненастоящий, грубо говоря. Вот. Логины, кошельки админов, администрации проектов. Это все можно показывать без проблем. Логин вашего проекта тоже можете показывать. Тем более он находится в вашей ссылке. Поэтому тут ничего такого страшного, ужасного нет. Показывайте двойной скрин и выкладывайте его ВКонтакте. Теперь и пишите. Вот я, участник компании Shara Holder, положился на котлету. Вложился на котлету и с этой котлеты получил начисление. Допустим, там 70 долларов. 70 долларов вот скрин я положил, снял. Прошло всего неделю, я получил пассивный депозит от ничего не делания. Я вообще ничего не делал, получил 70 долларов. Хорошая зарплата 70 долларов в неделю, да? Кто получает такую зарплату, работая на дядю, ничего не делал? Да никто. Поэтому, господа, я настоятельно рекомендую всем скринить и рассказывать. Когда вы начинаете рассказывать в социальном разрезе о участии в той или иной компании, именно не как в компании, а как личное участие, люди начинают думать, блин, а я дурак и на работу хожу, как раб, короче. Вот есть вот там Вася, он показывает, что он зарабатывает. Вот и ему нравится по 70 долларов в неделю получать. А если это счета умножить там 140 на 140, 280 долларов, это в месяц как бы неплохо получается. В принципе-то займусь, когда тоже инвестициями. Зарегистрируется по реферальной ссылке этого Вася. Реально, ребята, это работает на самом деле. Реально работает. Просто нужно чаще постить. Теперь перейдем к тому вопросу, где нужно постить. Я говорил личный блог. Но это само собой, это ваша так называемая, ваша Москва, ваш Киев, ваш центр, там куда вы всю информацию консолидируете. А вы должны постить еще так называемые точечные радиальные выходы делать на ВКонтакте. В ВКонтакте у вас должно быть как минимум 2 или 3 или больше аккаунтов ваших. Но один аккаунт, одна симка, это не проблема. И там постить ваши скрины. Скрин вклада, скрин начисления, скрин выплаты. Потом опять скрин начисления, потом опять скрин выплаты. И прописывать текст. Что я участник компании, у меня вклад такой-то, получил начисления такие-то, получил выплату такую-то. И скрин, скрин, скрин. Тут же ваша рефссылка, ваша рефссылка. И заполи, мне компания нравится, компания меня устраивает, мне очень здесь хорошо. И ваша рефссылка, рефссылка. И тут же ваш скайп должен быть для обратной связи. И постите эту. Я вот честно говоря, я удивляюсь людям, которые постят в себя ВКонтакте котиков разных, танчики, какие-то качалки, какие-то умные фразы. Чужие дорогие тачки, чужие дорогие часы, каких-то холеных мужиков в костюмах. Вы должны постить себя, прежде всего, господа, себя. Своё личное участие, свои личные рефссылки, а не ссылки на какие-то левые другие репост-группы. Не понимая этого. ВКонтакт это мощный бесплатный инструмент для заработка в интернете. А вы его тупо просираете, извините на выражение. Вы должны показывать, прежде всего, своё личное участие, свои фотографии. Да, некоторые умные люди говорят, что не надо, грубо говоря, забивать контакт только скринами. Да, можно заполнять контакты и социальной информацией. Ну, вот я сейчас в Тибитеечке, короче, прочитал видос, допустим, раз, выложил свой видос, социальную информацию. Там, съездил куда-то, поход там на Алтай, там, ещё куда-то выложил. Но основная цель, конечно же, это заработок в интернете. Интернет, как говорится, чем отличается интернет от дяди на заводе? Тем, что в интернете есть репка, а на заводе её нет. И поэтому, я так скажу, интернет нужен только для редких, господа. Для остального он больше не нужен. То есть, некоторые там пастят котиков, там, танчики всякую фигню, мунию, они просто тупо теряют время. Эти люди маленько потеряны для нас, но они, конечно, найдут себя. Тоже перед компанией Шара Холдер, там, или другие какие-то компании, тоже начнут заниматься мистером, рано или поздно. Вопрос времени. Я сам тоже не сразу пришёл в всё это дело. Я вообще заработки в интернете пытался начинать с 1999 года. Тогда были другие проекты, тогда были клики американские, там, ещё не было платёжных систем. Тогда платили чеками на инкасса. Мне прислали чек на инкасса 33 доллара бумажный. Я его себе на память оставил. И я это дело забросил. Тоже реферальную систему там построил. У меня был первый сайт, причём был первый слоган тогда, в 2000 году. У меня был DLF сайт, DLF. Это dollars free называется. И слоган был, мышка влево тебе доллар, мышка влево тебе два. Ну, потом я это всё забросил, пошёл работать над дядю. Занимался компьютерными системами, служил компьютерных систем. Ну, а в результате я опять вернулся в интернет. И вот как раз возник мир инвестиционных компаний. И здесь я понял, типа, вот, Алекс, вот оно твоё, вот твой рай. И занимаюсь этими готовыми компаниями и зарабатываю в них денежные средства на партнёрских программах. Вот, собственно, по ВКонтакте. Самая проходимая сеть сейчас, в данный момент времени, по личному опыту я скажу, это ВКонтакте. Фейсбук тоже можно, но Фейсбук, он больше ориентирован на зарубеж. На американцев, на пиндосов, на европейцев, на Таиланд, Тайвань, Вьетнам. А также ВКонтакте, ой, извиняюсь, в Фейсбуке обитает огромное количество сетевиков и MLM-щиков. Но я вам скажу, что традиционному простому инвестору, социальному, так называемому, то есть мне, там, или каким-то другим людям, нереально вообще пробиться, пробить толщину, так говорится, брони. Это MLM-щиков, потому что MLM-щики под простых людей принципиально не ходят. Это я по своей шкуре уже понял не один раз уже. MLM-щики ходят только под больших лидеров, там, под админов, там, под какие-то свои, там, особо договорённости. Поэтому, если вы пытаетесь работать с MLM-щиками, не теряйте время зря, вы ничего с них не получите. Только потеряйте, получите вынос мозга, они, опять же, вас куда-нибудь затащат к плоховостку, где вы оставите деньги. Вот, с буржуями, если вы понимаете на английском языке и на каких-то других языках, то, в принципе, вы можете договориться. У меня есть опыт общения с иностранцами, были в рефералах, и ребята с Таиланда были, и с Вьетнама были. Или даже с Израилем у меня были люди, с Германией были, с Англией были у меня рефералы. Но, тем не менее, основной, конечно, основной лагерь, это, конечно, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Реже Литва, Латвия. Реже страны, там, Таджикистан, Узбекистан. Даже есть Турция. Но суть не в этом. Суть в том, что площадка основная для работы по трафику, это ВКонтакте. Как ни крути. Есть еще площадка Одноклассники, но я вам скажу прямым прямым текстом. Одноклассники это OldFagg-овская площадка. Слово OldFagg это старые неудачники, переводится на русский язык. А на ней вы толком ничего не поймаете. Потому что в ВКонтакте сидят так называемые успешные, в кавычках, люди, кто работает на дядю. И их переубедить, что в интернете можно что-то заработать, практически невозможно. Там сидят люди старой закалки. Они считают, что инвестиции у нас все ограничиваются вкладами Сбербанка. Все, что не Сбербанк, это лохотрон. Как бы ты им не доказывал, это бесполезно полностью. Они даже деньги в доллары не держат, они все в рублях или в гримлях национально не держат. Поэтому в Одноклассники я вообще не советую туда ссуваться. Но максимум туда можно ссунуться, оставить ссылочку на свой блог, оставить пару своих видосов, оставить свой скайп. И пусть оно висит как контент. Все, не более того. Но работать активно по Одноклассникам смысла никого нет. Работать надо вконтакте. Про свитер или твиттер, как его называют. Твиттер это, грубо говоря, как скайп-чат, где можно постить ссылку на свой блог. Там особо много не разместишь. Поэтому раскупка в твиттере, я воспринимаю слово как с улыбкой. От него в пророк вообще никакого нет. Еще социальная площадка ЖЖ, или журнал, самая первая социальная площадка. Достаточно интересный ресурс, достаточно посещаемый. Там тоже можно постить. Но со временем практика показала, что этот ресурс, он объединяет больше себе или блогеров-путешественников, или блогеров-технорей из реального мира. Но в основном, конечно же, это политика, политика, политика. Мое мнение то, что если вы хотите, как говорится, жить спокойно и идти каймирно, то в политику лучше не лезть вообще, не под конкурсовываться вообще. Полностью, полный игнор политики. Всем показывать карточку Акпэй, карточку Акпэй, а я в офшоре, короче. Все. Меня политика не интересует. И поэтому ЖЖ можно использовать не более как контент, который могут пробить поисковики и дать какого-либо того или иного реферала вам на ваш уже блог. И вы получите его уже в компании как активного клиента. Еще раз застрю внимание на блогах. Есть два вида блогов. Блог платный. Это на домене, как у меня ERANTIER. То есть я плачу за домен и плачу за костик. И блог бесплатный. Это блоги на Юказе, там на Виксе, Гугле. И скажу, что самый лучший блог, это блог, который на Гугле. Он, во-первых, бесплатный. Во-вторых, там нет рекламы. В-третьих, там очень удобный конструктор для работы с картинками, с текстами. Туда можно ставить все, что угодно. Сформировать совершенно страницу любой сложности. У меня даже есть один блогер знакомый, который сделал на Гугле обалденный классный блог. Прикрутил к нему домен. Это PIGGY INVESTOR или REM INVESTOR. С Украины, с Одессой, мой коллега, классный чувак. Вот он сделал на Гугле себе блог и вообще полностью классный. Молодец. Далее, на блоге вы должны посетить, опять же, социалку. Не тупо, там, ревссылка, там, и все, давай, до свидания. Вот некоторые блогеры ошибаются в том, что они делают огромный текст. И, грубо говоря, одну маленькую картиночку, допустим, своего вклада. Или просто картинку старинок или там логотип компании. Я такие обзоры называю KGIM, то есть, контент, говно, автор, мудак. Правильный обзор, прежде всего, должен состоять маленькая строчечка. Это логотип компании. Второе, это техническое описание компании. То есть, какие проценты, какая репка, что за сайт, какие языки, как у меня сделано. Потом идет продукт компании, то есть, что компания предлагает уже скопировано с сайта компании. Видосы. А под этим всем уже идет ваше личное мнение, которое вы должны выделить текстом отдельным, курсивом или как, с вашей же фотографией. Что вы это предлагаете от всей души, от всей честности, с вашей фотографией. А внизу уже ревссылка, короткая, и карткая инструкция, как пользоваться этим проектом уже. И уже внизу уже должны быть скрины выплат, скрины вкладов. И вот получается вот такой здоровый баян, огромный, высокий, достаточно интересный обзор. Все, обзор готов. Вы постите новости все на блоге, я сделал обзор. Постите ВКонтакте, я сделал обзор. Там в Фейсбуке, там в Твиттере, в Одноклассниках. Я сделал обзор, все. И в Скайпчатах скидываете, сделал обзор, все. И замечательно, в принципе, у вас оно все и должно получаться. В принципе, и получается. Потому что у меня есть и яркие примеры моих учеников-блогеров, кто работал именно по моей схеме. Они потом говорят, о, блин, о, реферал, о, еще реферал. То есть люди идут. Главное быть активным. Как говорится, вот есть такая поговорка про две лягушки. Одна упала, если они обе упали в банку с молоком, короче. Одна барактала, барактала, спостила, постила, 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 постила. И кусочек масла под ней распостился, короче. Она выпрыгнула. А та, которая не постила, была хомячком, просто лежала тупо в молоке. Она захлебнулась и утонула. Вот. Далее. Теперь про моральную часть постинга. Одни говорят, вот он, он хвостун, он постится, он нужно молчать, нужно ничего показывать в личной части. Я скажу, это полный бред. Кто не хвостун? Но нужно прекрасно понимать, что все компании в интернете, в отличие от компаний в реальном мире, у них разные направления распространения своего бизнеса. Компании в реальном мире как рекламируются? Они тупо на телеке покупают кучу рекламы, покупают кучу штандартов на улице и все. У них централизована реклама без репки. А в интернете создатели компании, они выбирают распространение именно своих товаров и услуг, именно с сарафанным вариантом радио, это через реферальную систему. Поэтому, если вы вложили свои деньги в ту или иную компанию, допустим, шара-холдера, вы просто тупо обязаны рекламировать эту компанию. Даже можете без реферальной ссылки, но вы должны рассказать всем своим знакомым, что вы участник компании шара-холдер, там, вот, скрил, вот, я вложился, я вложился, я вложился, все. Потому что, ну, потому что компания должна как-то развиваться, она должна откуда-то привлекать денежные средства, оборота денежных средств, любая компания, только шара-холдер. И, вот, прекрасно понимаем, что даже если любой банк, он лишится привлечения денежных средств, он быстро табло скажет, у него отзывут лицензию и случится большая-большая печаль. Вот. Как у нас случилось в России, случился кризис в 2008 году, когда эти европейские банки перестали давать кредиты нашим российским банкам, а наши российские банки в 2008-м резко перестали давать кредиты заводам. А заводы перестали, соответственно, закупать новое оборудование на производстве и сырье на новых товарах. И, знаете, прошел огромный кризис, который у нас в интернете называется словом, на четыре буквы, скам. Получился скам, как люблю говорить. Рухнули акции все. Я тогда потерял, у меня был первый институт в акции в 2008 году, потерял 40 тысяч рублей в акциях Альпо Капитал. Вот. Поэтому нужно постить, если все будут постить, все участники, хотите вы постить, не хотите, и все будут постить, то компания получит огромный трафик новых клиентов, получит вливание новых денег, разных денег. И всем будет хорошо, особенно тем, кто вложился в самом начале. Они получат и реферальные, и с учетом того, что у нас в США Рохолдер компании замечательная репка, не такая, как она была раньше, нас, как говорится, боги услышали и сделали репку глубокую, многоуровневую. Сейчас я сижу и смотрю, там, с третьего, с четвертого, с пятого уровня падают, со второго, с первого. Блин, вообще шикардосно стало, то есть жизнь удалась. То есть, как говорится, люблю говорить, не шутка, 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 не шутка. выкладывают скрины, графические, где затерты ваши личные кошельки и ваши личные данные. Потом, в ВКонтакте и на блоге должны находиться ваши фотографии, что вы не бот, что вы настоящий человек, с которым можно связаться. Вот это тоже очень обязательная фишка, потому что есть огромное количество анонимных людей, которые чего-то боятся, боятся чего-то и не выкладывают своих реальных фото, фотографий, видео. Далее, самая главная фишка – участвовать в тех или иных банках, компаниях, корпорациях, никому ничего нельзя обещать. Не вздумайте кому-то что-то либо обещать, не вздумайте никогда. Вы единственное можете сказать, что я сюда вложился, потому что я надеюсь и уверен, что я здесь получил хорошие шансы заработать, не более, чем такую фразу вы должны проговаривать всем. Я надеюсь, что у меня хорошие шансы здесь заработать по личному депозиту. Прежде всего, не нужно проговаривать по реферальной программе, а по депозиту. Потому что, если вы будете говорить, а я хочу здесь на рельке заработать, это будет неуважительное отношение к вашим партнерам, те, которые думают вложиться или нет. Они будут думать, что на них хотят навариться тупо, короче, и все. А нужно всегда проговаривать, вот я вложился, вот у меня здесь вклад в шарахолдеры 3000 долларов. Это солидная сумма. Я обычно в одну компанию вкладываю по штуке баксов, как котлеты называют, а тут три котлеты. Да потому что я с руководством, с администрацией на созвоне, постоянно общаюсь, мне компания нравится, нравится динамика работы, развитие, развитие рекламной компании, а также развитие моих коллег, рефералов, других людей, которые здесь работают достаточно спешно. Например, Галина, привет, Галина, ты супер молодец, вообще супер работаешь. Другие люди, кто здесь работает, и я принял решение где-то вложиться на две котлеты. Естественно, это дело я раздекларировал, где-то я расписал, что вот я вложился, вот скрин-скрин-скрин-скрин-скрин-скрин, и люди это видят, и начинают уже, о, Алекс вложился, значит может уже вложиться. А если вы вложились, никому ничего не рассказывайте. Я таких людей называю хомячки, которые сидят, вложились, молчат, 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 а потом бах, что-то случается, и хомячок всплывает. Ну, когда в нору по весне вода заливается, короче, и хомячок всплывает уже поталой воде наливает. Вот, поэтому, господа, очень хочу всем сказать, чтобы вы все постили свое участие. Не надо никого за рукава хватать, не надо никому обещать ничего. Вы просто должны показывать свое пассивное участие в той или иной компании, в социальных сетях, в скайп-чатах, в социальных группах. По идее, вы можете создать свою группу, личную группу. Или участвовать, например, в моей личной группе, которую я создал. Там тоже можно просить реферальные ссылки с вашей фотки и всего вашей участия. Мне не жалко. Постите, пожалуйста, на здоровье с вашими реферальными ссылками. Я только буду рад. А почему я рад? А потому что, когда приходит тот или иной человек, видит массовку, там 100 человек, постит, каждый постит по-своему, каждый, как говорится, поет свою песню, как на базаре на рынке. Я, наоборот, рад от этого, что от души я рад, и мне не жалко, что большое число людей постит, и всем нравится компания. Это вообще здорово. То есть можно брать мою группу и сам всем ставить пример. Вот здесь разношерстная публика просит красивые скрины. То есть компании доверяют сотни людей. А это уже аргумент, господа. Это серьезный аргумент, против которого даже ветер тут не будет. Это факт. Далее. Еще главная фишка, которую я хотел сказать сегодня. Это так называемый вектор направления, о котором, к сожалению, многие люди не думают. Вектор направления работы с компанией – это забота о своих деньгах. То есть вы сделали серьезный взнос, вклад, работаете с компанией и вы должны этот вклад свой вести, грубо говоря, до 333-го пришествия. То есть с этой компанией работать в том же усилии, в том же внимании, в том же усердии, как будто вы вложились в первый день. То есть работать до самого конца. То есть вы должны, как капитан, тонуть вместе с проектом, выбранным проектом, с выбранной компанией до самого последнего вздоха. То есть вы вложились, снимаете профит, скрините, скрините это до самого-самого-самого того конца, который, не дай Бог, куда-нибудь может случиться. Это вот единственный правильный путь. Поэтому, господа, конечно же, я понимаю, есть такое понятие диверсификации. Да, есть. Но вы должны набирать себе в портфель диверсификации столько компаний, сколько вы сможете их обслуживать в режиме постоянного внимания. Той самой первой компании, с которой вы начали. Вот я вот, честно говоря, очень неодобряю и осуждаю людей, которые схватили, вложились, побежали дальше. Схватили, вложились, побежали дальше. Так называемые хитранеры. Это даже не колотки. А хитранеры это как овечки, которые в стадо гонятся. В стадо гонят их. Они бегут, травеньки сшивают, короче, и уходят. А правильно, вот вы вложились в компанию и ведете ее до конца, именно с той же интенсивностью, с той же активностью. Продолжаете писать видосы, продолжаете скриниться. Не забывайте про компанию. Продолжайте общение в скайп-чатах. Продолжайте рассказывать о компании другим людям. Неважно, сколько компаний. Там один месяц, два месяца, пять месяцев или больше. У меня, например, портфель из компании полтора года. Я точно так же продолжаю о них говорить, там новости проговариваю все. Приятно же, господа, получать деньги не один месяц, два месяца, три месяца, а полтора года с одной компанией. Это же круто получать. Даже на дядьку столько не проработаешь. Дядька разострешься гораздо раньше, чем полтора года не проработаешь. У меня лично на работе, на рабочей книжке у меня 10 записей. Самая длительная работа у меня составляла 2,5 года. Но обычно это один год. Дольше одного года я редко с дядькой договариваюсь, потому что зарплату не повышают, всякие обязательства там начинают, наезды. Поэтому у меня дядьки скамятся очень часто. Проекты работают дольше, чем дядьки, короче, в интернете. Честно вам будем. В душе без проблем. Кто-то, кстати, спрашивал про тибетейку. Эту тибетейку я купил в Казани на Кремле, на Кремлевской площади. Почему Казань, почему тибетейка? Потому что я 20 лет прожил в Казани. 20 лет прожил в Казани. Я там выучился в школе, в физико-математической школе. Потом поступил в Казанский аэкономический институт, выучился там, стал там старостой, приповодом, руководил группой своей, защитил диплом. И как раз мой институт переименовали КГТУ, Казанский государственный, Казанский технический университет. Закончил его. Потом были первые у меня работы на дядю, получил первый опыт этой работы. На рынке стоял, торговал дисками, игрушками, занимался компьютерами. Первые работы у меня были именно в Казани. Но случилось с волей судьбы, я переехал вот сюда, на Урал. Но Казань я очень люблю, потому что я Казань называю это город моих университетов, как принято говорить, как писатель. Город моих университетов. Я Казань очень люблю, я в Казань очень часто езжу к Наилю, к Раилю, к моим лучшим ученикам, друзьям-блогерам. Они меня прекрасно понимают. И мы с радостью долго встречаем и общаемся. Вот. Я сейчас как раз хочу передать привет Наилю. Сейчас я спою алтайскую песенку. Еще хочу сказать, что, ребята, вы работаете шарахолдером, работайте, работайте, не бросайте его, не бегайте по другим проектам, если вы не можете работать долго с одной и той же компанией, в том же интенсиве, как будто уложились в первый день. Вот, господа. Очень вас прошу. Потому что, если вы будете бегать, вы, во-первых, не заработаете сами и собьете с пантологи тех своих молодых новичков рефералов, которые будут идти с вами. Это все равно, что как бежать по лесу, собирать грибы бегом. А настоящий грибник, он идет медленно, осматривает все тщательно, не торопится, не шумит. Он все это, раз грибочек распастился, раз грибочек распастился, раз грибочек распастился. Тихонько ее двигается. И вот я призываю, нужно так именно работать. Вот вы работаете с компанией шарахолдер и продолжаете работать в том же духе. У вас хорошие крупные вклады, молодцы. Так поддерживайте компанию, поддерживайте свои вклады, поддерживайте свой выбор именно тем, что вы согласились и сотрудничаете с такой замечательной компанией. Всем спасибо. Итак, я передаю микрофон моему лучшему ученику, другу, соратнику и поддержке. Это Наилю, Наилю из Казани. Итак, поехали. Я отмечаюсь. Всем привет. Раз, два, три. Как меня слышно? Раз, два, три. Раз, два, три. Как меня слышно? Раз, два, три. Отлично. Так, отлично. Я, так, свет сейчас чуть дебаим. Вот так, нормально сейчас светом. Так, отлично. Все, что сказал Алекс, это все правильно. Он уже давно работал, но с тех времен, как мы с ним познакомились. Так, микрофон потише делал. То, что сейчас говорил, он это говорил еще два-три года назад и продолжает говорить. Он капитан инвестиций наших. Так, потише. Все нормально, да, сейчас? Ага. Я его правил придерживался все время. Вначале не понимал, конечно. Так, ага. Могу еще потише сделать. Вот, еще потише сделал. Вот так, наверное, будет хорошо сейчас. Вначале не понимал то, что он пытался донести, зачем постит там и так далее, да. Зачем он постит, думал то, что он хвалится, там, какой он красавчик и сколько он зарабатывает. Да, а потом, когда я понял то, что он постит, это не для того, чтобы хвалиться, а для того, чтобы придать энергии компаниям, которым он участвует. Потому что посты именно о выплатах, именно то, что компания платит. Я называю это энергия толчком в жизни компаний. Это их кровь проекта, которая заставляет их двигаться дальше и вносит в них жизнь. Это все правильно и надо постить это в любом случае. Сверху я давал ссылку на группу, кто блогер или там ВК, там можете скидывать свои ссылки для постинга. И все, кто там есть в этой группе, мы друг другу постим, чтобы потенциальный партнер, который заходит на наши вот эти блоги, страницы, он смотрит, ага, тут 100 выписок, выплат, разные люди тут постят, то, что выплата, выплата, видимо, хорошая компания. И человек, блогер, к примеру, тоже хороший, раз у него столько, много постов и друзей, и давай-ка я под него тоже зайду в эту компанию и буду с ним работать. Вот, поэтому постить обязательно. И хороший инструмент, еще раз говорю, это ВК. Сейчас я ссылку скину еще раз. Для постинга вы туда свои ссылки скидывайте на обзоры, на свои страницы, на свои группы можете скидывать про компанию Шары Холдер, и мы будем все друг друга постить. Потом, что я еще хотел сегодня сказать, вот ссылка, да, А сегодня я хотел бы презентовать автоматизированную систему реферал, так называемую, которую я сам спрограммировал, сам создал. Вот ссылка на нее, да, можете пройтись посмотреть. Эта система, она автоматизированная полностью и заключается в следующем. У некоторых людей возникают трудности с поиском рефералов, потому что даже вот у меня ВК, например, там 9 тысяч человек, и группа там, 7 тысяч человек, почти группа есть, да, и 2 вроде есть, и все равно я считаю, что рефералов у меня недостаточно, чтобы у меня хорошо зарабатывать, да, и для этого я сделал дополнительный инструмент, как раз вот этот, то, что я вам ссылку дал, да, это автоматизированная система. Это можно ее использовать дополнительно тем инструментом, которые вы сейчас на данный момент используете, то есть это ссылки опять, репосты и так далее. Где-то вы там рекламируете, может, свою реферальную ссылку партнерам даете и так далее. А здесь можно выбрать акцию, которую вы хотите купить или войти, или у вас, допустим, уже куплено. Нажимаете на кнопку «Купить акцию», можете прямо пройти сейчас по ссылке, я вас проведу полностью, я расскажу преимущества вот этой системы, да, и тем самым вы можете привлечь партнеров еще дополнительно к себе, используя вот этот инструмент, инструмент рекрутинга партнеров. То есть вы нажимаете «Купить» определенную акцию, да, которую вы здесь видите, это то же самое, как на сайте, а в основном потом здесь идет описание компании полностью, документы, отчетность есть, контактные данные, и потом уже про саму автоматизированную систему, и в шагах полностью все написано. После того, как вы выберете «Купить акцию», вам будет предоставлена реферальная ссылка, реферальная ссылка, да, но не вам, а вашим партнерам, так сказать, да, но прежде чем ваши партнеры начали регистрироваться под вами, надо будет самим там зарегистрироваться, чтобы ваша реферальная ссылка, она была в системе в этой. После того, как бы, вот так, переходим на вторую страницу, на вторую страницу, вторая страница – это вход в систему, первый шаг получается регистрация, мы регистрируемся, система сама дает ссылку для регистрации. «Регистрируемся», покупаем акцию, которую мы выбрали, и на главной странице можно видеть, что больше всего берут, да, и потом уже вводим свой e-mail, вводим свою ссылку реферальную, и отправляем эту реферальную ссылку в систему. Тут ниже на второй странице как раз есть анимация, которую я сам тоже разрабатывал, потратил на нее 2 часа, в этой анимации прям полностью показано, как будет идти заполнение ваших реферальных структур, то есть вот вы первый регистрируетесь по ссылке, либо ваш партнер там, да, любой человек, неважно, и у вас, получается, идет заполнение с первого по седьмой уровень, сверху вниз, и слева направо по два человека дается. Сначала один, второй, потом под этого первого два человека становится, потом под второго два человека становится, и так далее. Тем самым заполняются потихоньку все семь уровней, и всеобщей совокупности вот этих семи уровней будет 256 партнеров, 256 партнеров, что, согласитесь, весьма неплохо, да, 256 партнеров-то иметь. И преимущество вот этой всей системы, то, что вот она разработана, да, тут все пошагово, описание идет о компании, идет описание пошагово, как работать уже с этой системой, именно на второй странице, да, и самый большой плюс, то, что не надо уже рекламировать реферальную ссылку, не надо рекламировать реферальную ссылку, надо рекламировать будет уже непосредственно ссылку на эту систему. То есть для тех любителей, которые, для тех любителей, которые обрезают конец реферальной ссылки, а такие любители есть, я не знаю, почему они это делают, они узнали о хорошей компании, почему-то обрезают реферальную ссылку, и регистрируются сами по себе или там еще под кого-то. Я таких людей откровенно не понимаю, когда вы узнали о хорошей компании, почему бы не зарегистрироваться. Бывает так, что еще все узнают, узнают, спрашивают все, как работать, какие заработки и так далее, и все равно потом регистрируются непонятно где. А вот эта сама система, она как раз будет уже рекламировать вашу ревку и строить под вас структуру. В этом и все преимущества. Потом, после того, как вы уже реферальную ссылку внесете в систему, надо будет пройти обратно на главную страницу и с правой стороны нажать на кнопки социальных сетей, которые тут есть. Вот Facebook, Twitter, ВКонтакте, LinkedIn, Одноклассники, Google+, по ним нажать. Даже один раз в день зайти и нажать, это будет большой плюс. И там же на главной странице можно написать комментарии, которые сразу же отобразятся на вашей странице ВКонтакте. И ваши друзья увидят то, что вы зарабатываете в какой-то офигенной компании. Я просто слышу, что ты говоришь дальше. Зарабатываете в офигенной компании офигенные деньги, доллары. И причем вы даете не просто реферальную ссылку, вы даете систему. систему построения структуры. Система построения структуры. Здесь ничего сложного нету. Достаточно просто один раз в день написать комментарий внизу главной страницы и нажать на кнопку социальных сетей. Это огромный плюс для вас и для ваших партнеров. Огромный плюс. Так, вот комментарии, они внизу. Я вот сейчас как раз смотрю. Угу. Все есть. А, это у меня оазис. Оазис, потому что постоянно дома работаешь, денежное дерево. Одно, второе денежное дерево. Приходится очень много проводить работы за компьютером, и чтобы как бы быть с природой наедине, так сказать. Поэтому у меня стоят тут деревца. Далее, смотрите, весь прикол вот этой системы заключать в том, что мы всей толпой рекламируем эту систему по ссылке shareholder.one, то есть это система номер один, для того, чтобы реферал, который придет по этой ссылке, любой пользователь, который придет на эту ссылку, он уже зарегистрируется под кем-то. То есть мы всей толпой рекламируем реферальную ссылку одного человека, чтобы один человек зарегистрировался, потом следующий, потом следующий. Нас становится больше, нас рекламщиков становится еще больше, и тем самым быстро-быстро идет заполнение друг за другом. Очень быстро. А чтобы было проще рекламировать, чтобы проще было рекламировать, есть еще одна тоже система автоматизированная, MLM Partners, называется, тоже я ее сделал, вот, пожалуйста, ссылка, проходите. Есть там проекты, которые, например, за один доллар, за один доллар можно получить тысячи друзей ВК, чем больше друзей ВК, тем, соответственно, больше партнеров. Или, допустим, за 20 рублей можно тысячи показов вашей рефералки, можно в тизерной рекламе, за всего лишь каких-то 20 рублей потратить, и тысячи человек увидят вашу реферальную ссылку. Это проект teaser.bz. Это вот как раз все те проекты, вот здесь их, их получается 14 штук, в этой системе 14 штук, можно рекламировать вашу реферальную ссылку, или же рекламировать уже саму систему ShareholderOne. 20 рублей потратили, грубо говоря, или 1 доллар, например, потратили, а партнер зашел, допустим, на 1000 долларов, и вы сразу же, допустим, получили реферальные, и у вас сразу же все это отбилось, сразу же, причем. поэтому используйте систему ShareholderOne, и для рекламы можно использовать mlmpartners.ru. По системе ShareholderOne, если у кого есть какие-то вопросы, сразу задавайте, я вам быстренько расскажу. Да, да, общайтесь, еще, да, почему важно общаться именно в социальных сетях, важно общаться в скайпе, в контакте, голосом, там, с звонками, с друзьями, там, и так далее. Я сейчас скажу, потому что деньги у нас приходят от людей, деньги приходят от людей, они не приходят с воздуха или еще откур, деньги приходят от людей, и чем мы больше общаемся с людьми, соответственно, тем больше мы зарабатываем. Это еще еще свое время. Джон Рокфеллер, Джон Рокфеллер говорил, хотите денег, больше общайтесь, банкир, Джон Рокфеллер, поэтому общайтесь, чем больше у вас общения, коммуникационных связей, тем больше денег. Про Shareholder One и про MLM Partners, если вопросы есть, можете задавать мне прямо здесь или минут 10, я, в принципе, все сказал, либо пишите в Skype, пишите в Skype, я подробно каждому все объясню. Мой Skype, на Эль 10, на Эль, 1982, это мой Skype, а я в Skype Алекса, напишу, кому нужно, алекс.com, это Skype Алекса. обращайтесь, задавайте вопросы, спрашивайте, все расскажем, все покажем, система Shareholder One, это хорошее по споре и инструмент рекрутинга партнеров в синеуровневой реферальной системе, наберется у вас 256 партнеров, это весьма неплохо, я считаю, по два человека наполнение идет очень быстро, не надо долго ждать, рекламируем, причем все дружно эту систему, а не каждый там свою реферальную ссылку, поэтому наполнение будет очень быстро идти, и рекламировать можно по системе MLM Partner, ссылку тоже дал, любые вопросы, какие есть, жду, давайте, задавайте, есть вопросы у каких, у кого-нибудь, любой вопрос, любой вопрос, если на данный момент сформировать вопрос не можете, не получается, слишком много информации, возможно, пришло, пишите Skype, контакты дал, всех жду в скайпе, всем пока, всем больших акций, крупных, всех партнеров, грамотных партнеров, причем, чтобы гугл вопросов не задавали, и всем много-много долларов, все, всем пока, всем пока, пишите, всем пока, сейчас видео поставлю, вам еще интересное, ну вот, скайп дал, скайп, обращайтесь, скайп, обращайтесь, скайп, я вам ссылки, все эти дам, и на ВК, где блогеры сидят, там сейчас, кстати, 22 обзора, то есть, мы 22 человека, при получении выплаты в шаре-холдере, мы друг у друга на 22 блогах 8, то есть, и на моем блоге, получается, когда идет выплата в четверг, 22 человека дополнительно пишут посты о выплатах, и это большой плюс, потому что мои потенциальные партнеры, которые заходят на блог, смотрят по проекту шаре-холдер, о, там уже 100, 100 комментариев, все выплаты, 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 видимо, тут весьма неплохо, кормят денежкой, дай-ка я тоже зайду, поэтому я говорю, у кого есть блог, у кого есть группа, ВК, там, где вы пишете посты своих о выплатах и так далее, скидывайте ссылки в группе нашей, и будем друг друга постить, и будем получать рефералов, там никто друг у друга не отбирает, это именно группа для взаимного постинга, мы специально сделали, чтобы ссылки не искать, где бы еще там запостить, они все эти ссылки находятся в одном месте, есть еще вопросы какие, добавляйтесь, беру в скайп, мы вам все расскажем и покажем, как это все работает, на любой вопрос дадим ответ, а сейчас я сейчас еще видео вам поставлю, видео, видео, а еще кто, кто допустим, сомневается, а зачем мне это надо, да, там, зарабатывать, в интернете, там, да это все фигня, сейчас я вам покажу, сейчас я вам покажу ссылку, там, на видео тоже одно, оно небольшое, но показывает, как раз именно, суть заработка в интернете, и для чего это все нужно, так, секунду, 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 вот нашел, ага, скопируем, сейчас дам, вот здесь, да, там, на блогах, все как бы есть, вот ссылка, смотрите, вот это можете видео посмотреть, ссылку, да, и сейчас еще включу видео, и на этом как бы будет все, видео сейчас включаю, и на этом как бы будет все,